В выходные жители Заволжского района могли слышать звуки оружейных залпов и взрывов. К счастью, это оказалось вовсе не чрезвычайная ситуация, а военно-историческое представление. Реконструкцию сражений Великой Отечественной войны провели на территории губернаторского лицея номер 102. Школьники примерили на себя роль бойцов Красной Армии. Роль врага отдали реконструкторам и участникам военно-патриотических клубов города. У нас есть объединение юнармии. Дети очень заинтересованы в данном объединении. Педагог-организатор патриотического воспитания. И мы просто кинули клич и все сказали, что пойдем. Школьники отнеслись к мероприятию со всей серьезностью. Регулярно репетировали, несмотря на плохую погоду за окном. Готовили костюмы и военную атрибутику. Помогали педагоги и родители. Форму и военную технику предоставили Центр патриотического воспитания «Авангард», Клуб «Единство» и другие профильные организации города. У меня дед и прадед мой воевали. И я считаю, что не надо забывать о таком великом событии, как Великая Отечественная война. Военно-историческое представление назвали «Победный май». Участники показали начало войны июнь 41-го года и конец – май 45-го. Организаторам постановки удалось погрузить зрителей в атмосферу тех страшных лет. Потрясающе, до слез было страшно. Ребенок сказал, что мама ты напугалась. Очень понравилось. На территории лицей работала полевая кухня и выставка «Волжская военная флотилия» в годы Великой Отечественной войны. Мероприятиям и зрители, и участники остались довольны. Подобную реконструкцию проводят уже второй год в преддверии Дня Победы.